Добрый вечер, мы сегодня продолжаем изучать, разбирать вместе книгу Рава Уришерки «Хидуш Гадоль», в которой речь идет об основополагающих началах иудаизма, еврейской традиции. Следующий раздел называется «Бог Израиля». Секунду, давай вкратце, о чем была предыдущая серия, может быть, не все здесь были, или все тут? Нужно какой-то краткий… Просто здесь же много отдельных отрывков, да, если они… Ну, есть какая-то мысль, развивается, ну ладно, может быть, некогда. Если вы сможете подытожить, я просто не берусь. Ну, я не знаю, может быть, там много разных аспектов, мне кажется, главное, о чем шла речь прежде, это о целетворении. Что цель творения – это когда человек дойдет человечество до определенного уровня, он станет реальным партнером Всевышнего, он совместные какие-то игры, совместные проекты будут вместе осуществлять, причем это шашуа, вот эти развлечения совместные, поразительным образом они отличаются от всей деятельности человека в этом мире, поскольку они необязательны, невынуждены. Мы тут в этом мире почти всегда вынуждены, даже когда мы делаем какой-то выбор, он вынужденный выбор, мы должны кормиться, мы должны зарабатывать, мы должны, так далее. Это я говорю уже о тебе, а это вот развлечение, оно другого уровня совершенно, действие, совершенно невынужденное ничем, но, видимо, это одно из его свойств, которые мы можем немного коснуться и понять, к чему мы идем, к некоторому проявлению собственной личности, людей, личности человечества, в контакте со Всевышним. Если можно что-то добавить, это то, что мне бы казалось главным в прошлый раз, но, может быть, там есть еще какие-то важные аспекты. Ну, отлично, да, тогда двинемся дальше. Бог Израиля. Если бы Аристотель читал Тору, и мы бы спросили его, какая глава заинтересовала тебя больше всего, он бы ответил, глава первая. Там написано именно то, что он хотел знать. Аристотель в начале книги «Метафизика» назвал философию изначальной мудростью. Я не знаю, как это лучше перевести, возможно, есть какие-то традиционные переводы аристотельских терминов «хухмаруши», «начальная мудрость». Вот эта начальная мудрость, с его точки зрения, это мудрость, которая выше всего, самая возвышенная мудрость. Раши в своем первом комментарии, в самом первом комментарии к Торе, Машлиха, в дворах Арца, сбросил его слова, то есть Аристотеля, на землю. Раши говорит, в чем смысл того, что Тора начинается с Береши, следовало бы начать ее с Шульхана Руха. Раши говорит, что считается в еврейской традиции, что Тора, собственно, само слово Тора, оно означает указание, и сама суть Тора это, что творец дает закон, что делать, он говорит, что делать. И, соответственно, первое указание именно находится уже в книге «Шмот», там, где сказано, этот месяц будет у вас первым из месяцев. И с него начинаются вот эти заповеди, которые составляют Шульхан Арух в конечном итоге. И при этом у Раши возникает вопрос, почему же, если Тора – это порядок законов, законодательные книги, почему же она начинается с истории, как сотворен мир и так далее, и так далее. И Раши отвечает на него, но это особый разговор, как он на него отвечает. И здесь Рафшерке в шутку написал, что вот следовало бы начать с Шульхана Руха, который… Есть другая книга, которая там была написана через много тысячелетий, да, но и он так назвал, видимо, сам смысл Торы, как порядка законодательных заповедей. Итак, почему же Раши так считает, да, что то, что главное для Аристотеля, вот само начало, да, Раши подвергает это как бы сомнению, задается вопросом, зачем вообще нужно это решить, да, когда главный закон. И Раши исходит из положения, что метафизический вопрос, у которого нет практического следствия, он как будто не существует. Прекрасно. Можно сказать по-другому. Если есть Бог, но нам все равно, что происходит в его мире, тогда для чего он существует? Нет, не ему. Если он не интересуется тем, что происходит в нашем мире, то какой вообще есть смысл в том, что он существует? А, точно, да. Да, именно в этом дело, да, какая разница. Если Бог, если он не вмешивается в дела этого мира, если он не интересует, да. Иными словами, граница между атеизмом и верой в иудаизме не в вопросе, есть Бог или нет. Но в вопросе вмешивается или не вмешивается Бог в то, что происходит в его мире. Вот такой отрывок. По-моему, очень глубокий. И тут есть много над чем глубоко задуматься. Натан, вопросы. Ты всегда задаешь вопросы самые умные. Да, у меня сегодня немножко голова в другом месте. Я тут с саппортом разговариваю. Но неважно, господа и дамы, да, я могу. Давайте, пожалуйста, вопросы. Нас тут много сегодня. Люди такие мощные. Дима из Харькова. Гриша, который студентов вчера мучил принимая их экзамены. Давайте я вас тоже помучу. Пожалуйста, задавайте вопросы. У меня такой вопрос. Значит, то, что я сейчас послушал в конце, тут логика, на мой взгляд, неверна. Это только логика с нашей позиции. То есть, если существует Всевышний, так он существует для того, чтобы вмешиваться в жизнь и именно в нашу жизнь. Потому что, на самом деле, мы как бы в этом заинтересованы. Мы как бы его воцаряем по такой логике. То есть, что именно мы находим Всевышнего, мы его воцаряем, мы избираем его царем. И вот он нами, значит, руководит по справедливости и по закону. А на самом деле, по той же метафизике представления Всевышнего, значит, мы считаем, что он как бы написано у нас в книгах, что он творит, что хочет. То есть, в принципе, ему мир, может быть, и не нужен был. Это еще вопрос, для чего ему нужен был мир и для чего, так сказать, ему вмешиваться и все. Это серьезный вопрос, если мы так смотрим, что он трансцендентен и он как бы создает этот мир. То есть, тут, на самом деле, логика гораздо сложнее. Я сейчас не буду вникать в эту философию. Я просто скажу совершенно традиционное решение этого вопроса, что оно необходимо просто для того, чтобы, поскольку Всевышний выступает хозяином мира, да, высшей силой, вот, и, значит, требуется вера в него, значит, не должно, не оставаться никаких, как бы, дырочек в этом, в этой системе, да. И поэтому он начинает с того, чтобы человек понял, потому что именно он сотворил мир, и тогда нет уже никаких вопросов. Тот, кто сотворил мир, тот отвечает и за то, как он распределяет землю, и какие законы он дает, потому что это его мир, да. То есть, здесь это, как бы, объявление этой трансцендентности и отделенности в том же время высоты, оно просто необходимо для того, чтобы... Слыхай, я дико извиняюсь, просто дико-дико извиняюсь. Я не очень понимаю, только я по тупости. В чем вопрос? У нас не идея такая представить альтернативные к видению Рава Куха или Рава Шерки альтернативные модели. Если есть конкретный вопрос по самому тексту, мы же его разбираем, правильно? Если мы будем разбирать модель Эмиля, это будет другое занятие. Но мне так кажется, я не знаю. Ну, хорошо, я тогда, я просто не знаю, на что именно сослаться. Я знаю, что это так, но мне тогда вопрос такой, вот почему эта точка зрения у него не отражена, поскольку я считаю, что она есть в других источниках. А можно еще раз в двух предложениях вот эту точку зрения? Извини, может быть, я сформулирую? Вы, Эмиль, поправите меня, если бы я сформулировала неправильно. Эмиль хотел сказать, что поскольку Всевышний трансцендентен, мы вообще не можем говорить о том, он вмешивается, не вмешивается, интересует его наш мир, не интересует, он находится за пределами нашего познания. Это ваша сложность? Не только это, не только это. То есть есть положительный ответ, и он есть в каких-то книгах, которые я сейчас не могу привести, чтобы сослаться на это. Нет, ну не ответ, а в конкретном контексте. То есть вообще говоря, можно представить себе, по-вашему, такую ситуацию, что Бог создал мир, но теперь он им не интересуется. Ну, не совсем. Мне кажется, такого подхода нет. То есть есть различные представления о том, как Бог связан с миром. Это по-разному. Я не о том говорю. Я сейчас снял, я эта логика, она как бы отдельно отстоит. Это для того, чтобы объяснить эту точку зрения. А суть этой точки зрения заключается в том, что существует мнение в книгах, в медрашах и так далее. Я просто не могу сослаться сейчас на конкретное. Меня интересует, почему этого нет, допустим, вот в том, что читали. Суть этой точки зрения заключается в том, что начинается с Береши просто для того, чтобы однозначно определить понятие Всевышнего как хозяина, абсолютного хозяина мира. Ну, это правда, совершенно. И у Раши еще какой-то ответ есть на этот вопрос. Есть много разных ответов. То есть для того, чтобы верили в него. Ну, просто Раф Шерки, он не задает этот вопрос. Он не ищет на него ответа. Но он его не пользует. Вот в этом вопрос. Почему он его как бы не учитывает? Нет, почему он не ищет ответа? Потому что для него важно подчеркнуть, какой подход у Раши относительно Аристотеля. Аристотелю интересно, кто создал мир. Бог создал мир, он творит все. Это метафизика. А Раши интересует, что Бог делает в этом мире. Как он на него влияет. Но это не совсем так. Опять-таки, и в отношении Аристотеля… Что он от нас хочет в этом мире. Вот подождите. Дайте мне сказать. Вы хотели поправить меня, а теперь вот… Я не поправлю. Подождите. У Аристотеля есть первая философия и вторая философия. И вот в первой философии, которая заключается все его идеи метафизически, это одно. А вторая его философия – это именно так, как он вмешивается. То есть одно дело в метафизика, другое дело в философии. У него есть две философии. То есть у Аристотеля нет пренебрежения к тому, как Всевышний вмешивается в устройство мира и управление миром. У него это все есть. Только у него это отдельная философия. У него это отдельная… То есть первая… Так у него называется первая философия и вторая философия. Так что… Тем более, что у него по его философии, в отличие от Платона, идея вещей находится в самих вещах. То есть он считает, что в каждой вещи присутствует Всевышний. Все это представляет собой некую цель. Я согласна. Тут есть в этом смысле, в подходе к Аристотелю, есть некоторое упрощение. Тем не менее, я считаю, что вот это вот… В этом упрощении он главное различие подчеркивает между подходом метафизическим, который интересуется… Ну, правда, я согласен, да. Я согласен, да. И тем подходом иудаизма, который интересуется, чего он хочет от нас в этом мире. Иудаизм он хочет только веры. Это самое главное. И это приводит к себе для того, чтобы… Я не знаю, это отдельный вопрос. Я тут не совсем согласна, но давайте его отложим, потому что это уже уходит далеко. Окей. Ну, хорошо. Он хочет от нашего выполнения заповеди, потому что здесь написано, и то, что написано «УРАШ». Да? Ладно. Спасибо. Да, спасибо. Продвигаемся дальше. Эмиля, огромное спасибо. Андрей, хотите добавить что-то? Ну, да, мне кажется, это один из самых принципиальных вопросов Рава Шерки, что именно то, что там есть Бог, мы знаем. Я не знаю, я после того, как познакомился с иудаизмом через Рава Шерки, у меня возникло как раз четкое разделение, что те люди, с которыми я общался раньше на тему Бога, что они как раз идут по этой позиции. Бог есть, да, все. Как бы, то есть, они могут там размышлять о какой-то трансценденции, там, читать глубокие книги, там, в диалогах, там, как-то очень глубоко погружаться, но потом все это заканчивается тем, что, ну, есть он и все, как бы, и что, как бы, проблема в том, что нет диалога именно вот этого. Того диалога, который вот здесь у нас, вот, Шульхана Рокум, да, что Бог хочет от меня. То есть, он свое желание транслирует в Торе, да, и если вот есть именно вот этот диалог, то есть, он говорит, а мы делаем, да, то, что вот здесь названо Шульхана Рокум, тогда уже получается, наша жизнь уже не оторвана, а связана с вот этой трансценденцией, чего не получается вот во всех других учениях, там, я Аристотеля, конечно, не читал, там, где вот во главу угла не ставится вот этот диалог, вот это вот желание Творца, при этом может быть, там, насколько угодно глубокая метафизика и так далее. Я здесь хочу добавить, что вопрос вообще очень болезненный на самом деле, ведь можно предположить, что, допустим, Бог вмешивается в земные дела, но вмешивается примерно так, как эти самые олимпийские боги, греческие, то есть, не мудрость, не любовь, так сказать, не справедливость, а все, что им там в голову возбредет. Или, возможно, другой вариант, что Бог действительно есть добро, но поскольку он непостижим, то это сверхдобро, а сверхдобро – это еще неизвестно, так сказать, добро ли это, с нашей точки зрения, вот, и, ну, если говорить коротко, на этом можно просто свихнуться, вот, единственное, что утешает, это утешает слово «кадош», потому что в нем все-таки есть что-то доброе. Не факт. Да-да уж совсем. Все правильно, так оно и есть. То есть, на самом деле, верно то, что вот было сказано, да, что диалога у других в философии нет, то есть, есть одностороннее познание, то есть, он принимает, Аристотель, то, что мы познаем, как бы, Всевышнего, да, изучая мир и так далее, и так далее, вот, но мы не находимся в таком вот контакте, то есть, мы просто, то есть, есть, как бы, одностороннее действие со стороны Всевышнего, и мы, как бы, пассивны, и только узнаем эти законы, вот, и действуем согласно того, чтобы это было благоразумно, вот, чтобы это было все для нас, как бы, правильно, вот, но нет такого общения, как мы находим в Торе, ни в одной системе этого нет, конечно. Когда Всевышний вступает в диалог с людьми, избирает народ и говорит с ними, как он вступает с Авраамом и выбирает его, такого нигде нет, даже в мифологии греческой нет, чтобы было такое вот именно взаимодействие там. Они могут избрать человека, они его могут, так сказать, использовать или что-то такое делать по своим прихотям, действительно, вот, но, чтобы это было еще и целенаправленная какая-то идея, да, вот, такого нигде нет. Это уникальная еврейская идея диалога, она в еврейской философии разрабатывается, вот, и это Губер, вы знаете, все, да, это уникальная идея, в общем-то, нигде такой нет больше. Спасибо, Эмиль, ну, мне кажется, вот на это равномекают, когда говорит, что главное в этом отличие, что Бога интересует то, что происходит на земле. Не просто он дал нам законы и вот треплыхать здесь, как хотите. Для него важно все, что здесь происходит. Это как бы неочевидная такая вещь, непростая. Почему ему должно быть важно, да, если он, как сказать, энцов, заполняет все миры, и что ему в этом несовершенном мире. Давайте пойдем дальше. Да, я хочу передать микрофон. Давайте по одному отрыву, кстати, читать, да. Пратится Враам, верю, что Всевышний может сделать чудо. Однако это тривиальная вещь для нас. Нам понятно, что творец мира может изменять установки творения, устройства творения. То есть тот, кто сделал законы, тот может их и менять. Однако нужно понимать, что пока еще не происходили никакие чудеса в мире, а мысль о том, что могут быть какие-то изменения в устройстве творения, в законах, которые Бог установил сам, могла восприниматься как ерес, скажем так, Ферра, да. Как ты можешь осмелиться думать, что порядок, который Бог установил в жизни и творения, может измениться? И должен был появиться в мире человек, обладающий высоким духовным уровнем, подобный Аврааму, ну, как Авраам, чтобы представить, что Всевышний может действовать и изменять тот порядок, который он сам установил. что он, как бы, станет сильнее себя, как бы. Идгабер Аляксмо, как Натана, нет. Пересилит себя. Андрей, ты можешь показать секурсором, где мы? Идгабер Аляксмо. Как бы победить себя, может быть, надо правильно перевести, да. То есть он сначала установил законы, а потом их же будет менять. То есть это очень странная мысль, да, это я подвожу итог, там уже сказали, и действительно совершенно неочевидная, и это то, во что поверил пратец Амра. Продолжать дальше. Возможно ли чудо? Да, здесь как раз дальше развивается эта тема. Да. Мы видели, что у других народов два подхода, в соответствии с которыми чудо невозможно. Есть подход рациональный, который утверждает, что природа – это реальность, то, что есть. Поэтому чудо – это находится вне реальности, и из-за этого невозможно. С другой стороны, есть еще подход прагматический, в соответствии с которым нет природы в реалии, и поэтому все, что мы видим в реальности, как проявление некоторого закона, необязательно вообще. И может измениться в каждый момент. То есть… Ладно, не буду проводить пример. То есть это интересная такая точка зрения, что ничего не обязательно. И, соответственно, с этим подходом тоже нет никакого смысла у чуда, потому что так или иначе природа не существует, никаких законов природы в реальности нет, и поэтому нет никакого особенного смысла в том, что закон может измениться. Что по этому поводу думает иутоизм? Турак описывает нам творение мира двойным образом. В процессе шести дней в мире происходили изменения. Это действительно напоминает нам подход прагматический. Законы менялись, да, это я от себя уже говорю, в течение шести дней. А седьмой день – это день, в котором уже ничего не менялось. И это природа, которую оценивает рационалистический подход, который видит перед собой рационалистический подход. И мы получаем это знание, скажем так, или это сообщение через двойное описание. С одной стороны, природа существует, но она не первична. По этой причине возможно, что иногда будет происходить отклонение от природы, от законов природы. Но это может случаться только очень редко. Поэтому обычно мир будет выглядеть так, как он выглядел в седьмой день. Нет, так я, как я понял, что когда будут происходить… А, поэтому будет выглядеть так иногда, что мир вернулся к тому положению, которое было до седьмого дня, когда действительно вся реальность была как чудо, насколько все время законы менялись. Поэтому наши мудрицы в трактате Амун сказали… Которую, да, принято называть чудом, да. Шенуагим лэханута, лэханута, я думаю, да. Они сказали, что чудеса были сотворены в канун субботы в сумерки, когда еще не началась суббота. И это переходное время между шестью днями творения и седьмым днем. Да, все правильно. Спасибо. Хочешь дальше прочесть? Может быть, есть вопросы у кого-то по этому отрывку? Господа, дамы, желательно как-то озвучивать ваше присутствие. Извиняюсь, что я дергаю, но смотрите. Но, подводя итоги, тут классическая эта идея манитулы, не только его, конечно, она опирается на Медрошин, что седьмой день творения – это время, в который Бог устраняется от преобразования мира, и мир начинает функционировать своим, так как он дальше функционирует всю историю человечества, что законы природы, они начинают действовать, и за ними, Бог скрывается за ними. Корень того, что мы называем чудом, находится в шести днях творения, когда творец непосредственно управлял реальностью. вот это, кстати, не совсем понятно. С одной стороны, да, тогда постоянно возникало что-нибудь такое, чего не было до этого. Но, с другой стороны, мы называем чудом, когда что-то, к чему мы привыкли, вдруг прекращается, и вместо этого что-нибудь другое. там, я не знаю, слон не летает, и вдруг слон полетел. Вот. А если просто что-то вот так вот новое, 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 чего раньше не было, то это вроде бы не чудо, это какое-то другое слово. Не знаю. Но, может быть, здесь намек действительно, потому что в последних словах, что чудеса были сделаны на границе, да, между изменчивой природой, может быть, там, которая вообще понятие чудо еще нерелевантна, потому что вообще все время все меняется, да, и то, и ту реальность, у которой уже законы установлены. И где-то между тем и этим находится понятие чудо. С одной стороны, вот-вот уже законы были закреплены, и почти все уже сделано так, как оно должно быть. С другой стороны, есть еще какие-то свободы, степени свободы, в которых законы могут меняться. То есть, они как бы изначально, как это сказать, они изначально в принципе не были закреплены законы. То есть, сначала там непонятно, был ли закон о тяготении, потом вроде бы он возникает, да. То есть, раньше там воды, они всюду были, да, как представим себе. Ну, не знаю, я не обязательно хочу сказать что-то конкретное, что физическое, как бы было физически устроено. Но представим себе, что до того, как до разделения вод, как бы, все, все сплошная вода там, да, а потом есть разделение вод, это значит там, во всяком случае, они разделяются, скажем, тяготением. То есть, не было до этого тяготения, там, в этом первобытном бульоне все находилось. И опять же, я не буду сказать, что это правильное духовное описание или правильное физическое, я просто как пример, да. А потом вдруг возникает закон тяготения, и вода разделяются. И то, что мы привыкли к этому, так сказать, ну, условно говоря, привыкли, мы там не были и не могли бы быть, но если бы кто-то там стоял, так он бы вдруг удивился, как вдруг вот взяли и разделились. Изменилась реальность совершенно. Изменился закон. То есть, это не то, что не обязательно что-то новое, а вот закон появился, и он воздействовал как-то на то, что все изменилось вокруг. А вообще Несс и Пелли, это... Во-во-во-во-во, я тоже хотел сказать. Давай-давай, Гриша, я тоже хотел на эту тему сказать. Я просто хотел спросить, в чем раз Хэбдель. Сейчас, до того, как ответит Нехам, а я уверен, что она ответит, я хотел добавить тому, что ты сказал, вот именно это. Потому что, когда мы говорим по-русски чудеса, да, это типа того, что человек стоит раздвинут в рот и говорит вау. Вау, это означает, что то, что мне по жизни кажется невозможным, вдруг произошло. На иврите действительно, вот Плия, это вот Пелли, это то, что ты сказал. То есть, Пелли, Пелли, это действительно, вот типа, вау, что это такое. А вот Нес, это другая штука. Нес, Нес, это в каком-то, как я понимаю, это и созвучное с испытанием, и созвучное с тем, что становится знамением, потому что Несим, Нес, вот это типа флагшток, которые были в пустыне. Вот это действительно как понимать. Поэтому вот это вот отношение, что такое чудо, непонятно. То, что ты сказал, летает слон. Ну хорошо, там сто лет назад или там сколько лет назад, человек видел бы самолет, летел, для него это был бы Нес. Правильно? Сегодня человек смотрит, и для него никакого Неса это нет. В Пелли, в Слона могут вживить какой-нибудь чип. Он взлетит на воздух, к этому все привыкнут, и все, будет Джамбо летать. Ну и что? Причем-то шесть неотворения. Вот это поэтому твой вопрос, мне кажется, по месту. От слова пиль, да, летающий? Пиль, пиль, что ты сказал? Почему летающий? от слова пиль, да, что такое пэли, чудо, когда мы видим летающего. Ну да, типа этого, да, пиль, но еще от слова лавки. На самом деле, он в посудной лавке, он все мопил. Там изначально творение, то, что сказано Того Ва Вау, классический комментарий, что если бы человек это убитый, он бы удивился. Того, да, что же это такое? Еще одно слово, которое выражает, ну, это не связано чудесами, но выражает такое удивление, да. Но Нес, безусловно, конечно, ты прав, Натанна, это родственное слово знамя, и он должен что-то означать, и оно не просто так приходит в мир. Не случайно Бог вдруг решает изменить порядок, который заведен начиная с дней творения, что-то меняет, там возникают какие-то совершенно невероятные ситуации, например, при выходе из Египта. Это не просто так, да, Мессим, которые, чудеса, которые были при выходе из Египта, они, безусловно, должны были воздействовать как на Израиль, так и на Египту, чтобы они увидели в этом здании. Это было бы, давайте самое, говорят, египетские жрецы, они в какой-то момент когда не смогли повторить то, что мы же сделали с этим. Не знаю, как сказать. Они не смогли это повторить, и они сказали, что это палец Всевышний, что значит палец Всевышний, а он указывает, вот, смотрите, это не просто так, это для вас указание, это для вас символ чего-то. Прекрасный вопрос, да, Несс. Поэтому все чудеса, которые Бог делает в истории, они, безусловно, предназначены для того, чтобы мы из них что-то выучили. Окей. Гриш, ты удовлетворен ответом? Гриш? Конечно. А, да, серьезно? Ну, я как бы частично, но хорошо. Ну, это хорошо. Я не хотела сводить на сторону. Смотри, доктор Михаил Голосовский, которого мы называем Мишей Голосовский, он нам каждый раз объясняет, что мы называем чудесами, так по-русски, чудеса, рассечение Красного моря, все. Он нам все подробно каждый раз объясняет, что на самом деле с точки зрения бытового описания чуда, там никакого чуда не было. Наполеон проходил точно так же, ветер дуло, там эти самые перепелов пригоняет ветер, никакой проблемы нет. То есть он подводит к тому, что чудо заключается не в том, что реально происходило что-то, а что был некоторый зимун, то есть либо они подряд происходили 10 казней, каждый из них по отдельности вполне, есть описание, что они могли происходить, или происходили в истории. А вот все, что происходило вместе. Ну, хорошо, не важно, мы, может быть, как-то... На самом деле, я думаю, при всем при том, при уважении к Голосовскому, действительно, нет тотального нарушения закона природы. Во всех чудесах и специально тогда подчеркивают, что был ветер, это не Миша Голосовск придумал, во вторе написано, ветер дул, и это привлекло к восхождению моря. Но все вещи, которые там происходят, и все чудеса, которые мы там видим дальше в истории, не только при выходе из Египта, это всегда очень маловероятные события. В любом случае. И то, что ты говоришь зимой, то, что они происходят именно тогда, когда необходимо, этим самым они являются чудом. В том смысле, как раз, что это является знаком для поколений. Я думаю... А вопрос о том, о механике, как это сделано... Не механика, нет, не механика, мы же... он как раз, меньше разбирает механику. Что тут не было никакого... Но сейчас, секунду, ну Раф сейчас говорил о том, что, вот как бы традиция говорит о том, что вот это, ну даже бы не то, что механика, а возможность того, что происходило, что-то, было заложено в шесть дней, было заложено там в сумерах между шестью и седьмыми днями. Да, это мне на самом деле напоминает то, что профессор Миша Шерман, когда он объяснял про Дарвина и прочее, опять же, не уходя туда, вот я запомнил такую штуку на примитивном уровне, когда он говорит, что есть некоторый софт, софт, программное обеспечение в каждом живом существе, и это огромный пакет, а он в каждом конкретном живом существе осуществляется на какую-то часть, и эту часть мы видим, вот это типа так, как я понял, и вот в моих глазах это как можно соединиться с тем, что было в сумерках седьмого дня, между шестым и седьмым, то есть не то, что произошло конкретно, туда вот было галочкой поставлено рассечение Красного моря, все, был заложен некоторый пакет, который потом раскрывается на протяжении времени, например, создание государства Израиля, например, победа в шестидневной войне, в глазах многих победа в шестидневной войне, это не меньше, чем рассечение Красного моря, я тоже. Подожди, правильно ли я тебя понял, тут что-то очень глубокое, что в течение шести дней была заложена сама возможность того, что что-то может происходить, так ты сказал? Даже нет, не в шести дней, а в сумерках. В сумерках, да. Это очень интересно, это интересно, потому что на самом деле это между, это на границе происходит, это очень занятная штука, поэтому это как бы мне кажется, может я ошибаюсь, дает возможность различной интерпретации. Кто-нибудь там, Махараль скажет, действительно там было нарушение каких-то законов природы, или Раф Шеркина это намекает. А это позволяет мне еще голосов, потому что нет, это уже было в седьмой день, никаких законов там не нарушилось, просто, так сказать, заложено такое стечение обстоятельств. Да? Окей. Как это работает? Кто его знает? Не было гвоздя, подкова пропала, подкова пропала, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, армия, конница разбита, армия бежит. Иногда какое-то маленькое, маленькое событие является толчком, потому что потом происходит. на самом деле, как Всевышний управляет историей, это большая очень загадка. Окей. Но мы можем резюмировать и сказать, что надо с осторожностью подходить, особенно в переводе на русский язык, что то, что имеется в виду под пониманием НЭС, это, в общем, сильно отличается от того, что на бытовом уровне называют чудеса. Чудеса – это вау. А мы живем как бы в эпоху такого вообще чудесного изменения технологии, что многие вещи, типа там, я уж не говорю про телефон, там, интернет, скоро будут вообще передвижения, вот не самолеты, а будут ракетные самолеты. То есть, грубо говоря, за пару часов может просто облететь весь мир. Нет никаких проблем. То есть, скоро будет такое, что вообще трудно себе представить. Это на уровне, как бы, ну, супер чудес, но опять же, для людей, которые будут жить в то время. Они будут на нас смотреть, как на этих самых бронтозавров, которые еще будут шевелиться, к тому времени. Окей, поэтому чудеса… Ну, на самом деле, я не совсем согласна с тобой, Натан. Когда человек приходит и говорит, со мной случилось чудо, я, допустим, не дай бог, опоздал на поезд, за этот поезд сошел с рельс или там на автобусе он взорвался, меня на спускай. Это Бог меня спас, он меня там подстроил. Это ощущение человека. Это субъективное ощущение, безусловно. Поэтому человек мне… Оно было заложено в номерках. Послушай, вопрос. Жена Линеца, слеха, жена доктора Линеца, да, чтобы был здоров. Она мне говорит в телефоне, она мне говорит, врач сказал, с вашим мужем произошло, мамаш, чудо. Ну, вот я про это говорю. Нет, в чем чудо? Ну, подожди, в чем чудо? Потому что доктор Линец свалился в кому на операционном столе, а не проводя наши беседы, когда, видимо, его никто уже не откачал, Халила, понимаешь? В ее глазах… Я именно об этом и говорю, Натан. Он был в сумерках седьмого дня, доктор Линец, Несс с ним был заложен в сумерках седьмого дня, вот вопрос. Нет, ну, это уже вопрос совершенно отдельный. Я тебе хочу сказать, что ты говоришь, с точки зрения сегодняшнего человека, мы говорим о чуде, когда что-то необыкновенно случается, там, я не знаю, дом полетит. Нет, человек обычно говорит о чуде именно в субъективном понимании, что это не для него, это что-то значило. Не знаю, когда это было заложено, но когда со мной происходит какое-то необычное встречение обстоятельств, что вот как с доктором Линецом, не дай бог, или с кем-то и знаешь, что именно в этот момент там подоспела помощь, я воспринимаю это как знак для меня. Вот тебя спасли. В Шмуна-Ис-Рэ, в Шмуна-Ис-Рэ, мы говорим, не сим шиколь, йом и итал. Точно, совершенно верно. Который с нами каждый день. Да, каждый день с нами происходит, и я дышу. Окей, читаем дальше? Читаем дальше? Давай ты читай, ты уже смотрелся. Читай ты, наговорился. Окей, Идиат Ашем. Ну, не знаю, знание Бога, знание Всевышнего. Персональность, как это персоналити? Индивидуальность или персональность человека, это по определению что-то бесконечное. Так, наверное. И вопрос... Так, ну хорошо. И вопрос в том, возможно ли вообще знать полным пониманием, ну, наверное, знанием Всевышнего, это вот так знать. Можно ли вообще узнать Всевышнюю? Что дальше тут на иврите написано торте де сатре. Торте де сатре это что такое? По-настоящему закрытое? Не, 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 это два противоречащие вещи. Торте... торте де сатре, да. Которые сатре сатре одно на другого. Это означает, что тут есть предложение противоречия. Да, да, но дальше интересно, после запятой написано, потому что, почему так нельзя сказать? Потому что, когда я определяю тебя, а тебя имеется в виду в смысле не Всевышнего, а просто тебя, тебя в смысле как собеседника, как того, кто напротив меня, я не могу признать его как как персональность, как индивидуальность. Вот так, наверное, да? Идея, и я не знаю, это как бы некоторое философское... Нет, нет, это все верно. Да, да, это очень важное соображение, что я когда кому-то на него накрасываю какие-то рамки или стереотипы, когда я тебя определяю, куда тебя складываю, это значит, что я, насколько я поняла до этой точки, я отказываюсь, не вижу твоей личности, я тебя занесла в какую-то графу, я тебя определила. Это не связь с личностью. Ага. Окей. Это как будто когда человек человека спрашивает, человеку задают вопрос, а почему ты выбишь свою жену? Это действительно трудно объяснить. Да. Это действительно трудно объяснить. Если он способен... Сейчас я хочу прочитать все, чтобы перевести одним словом. Если он действительно способен, миссугаль, если он способен дать четкий ответ, то в этом есть проблема. Потому что он видит в своей жене как... Видит в своей жене прежде всего объекты для анализа, а не как личность. То есть, это, видимо, исходится с того, что личность в принципе непознаваема. Окей? Да, он начал с того, что она бесконечная. В русском языке русский язык великий. Он хорошо говорит, чужая душа потемки. Нет, не то, что она непознаваема, она неопределима, это не одно и то же, по-моему. Но потемки это хорошо, это как раз седьмой день творения. Нет, это не совсем то же самое. То есть, ты можешь чувствовать чужую личность, но определить ее, любое определение, оно загоняет ее куда-то в какой-то рамке. Вообще, наверное, юмористический ответ на вопрос, Рау, можешь ли ты как бы узнать, если проанализировать свою жену? Ответ такой, свою жену нет, а чужую да. Ну, по-моему, ответ такой, своей женой вообще, говорят, сложнее. Ну, хорошо, ладно, оставим. Ты перелизнул, почему? Потому что кончился абзац? А вот это Ле-Хагдир, это определять или ограждать тоже есть смысл? Да, как и в русском определении, это наложить пределы, да, Ле-Хагдир. да, да, ты можешь что-то определить, когда оно действительно не бесконечно, бесконечно нельзя определить. Ты можешь что-то определить, да, вот это хорошо, это действительно, в языке это видно, и на иврите на руках на других языках тоже. Когда ты ставишь границу чему-то, то ты как бы, тогда ты можешь это определить. Все это время, пока ты не положил предел, то ты определить не можешь. Горизонт бесконечен, он не определяет. При этом, если ты дал чему-то определение, то ты уже какую-то часть не познаешь. То есть я хочу что-то познать, я даю ему это определение, но когда я дал определение, я познал только малую часть. Опять же, от меня что-то остается непознано. Окей. А, да, все, с женами закончили. Всевышний благословен, он, да, мы тебя любим, так попросту. Это такой у нас стикер, да, стикер по-русски. Из тех, кто был в Израиле, наверное, может быть, видели такую ситуацию, едешь на машине, перед тобой такой, едет смешной автобус, который уже подразумевает, сейчас не сим будет происходить. Вот на перекрестке все останавливаются, из него выскакивают люди в таких белых колпачках, шапочках, вот. И они поют в чем-то прочее. Акадыш бару анахно ави модха. Ну и прыгают, пока на зеленый не меняется. Это вот так, что это Раф, он туда вообще говоря, по-моему, определяет. А, ну вот, пожалуйста, он говорит, существует критика по поводу стикера, по поводу наклейки, известной наклейки, в которой написано «Всевышний благословен, ты, мы тебя любим». Нет, нет, тут вся соль в том, что «Всевышний благословен, он, мы тебя любим». А, он, да-да-да, правильно, да-да-да, правильно, конечно. Потому что стандартная фраза Акадыш бару, то есть благословен он, да, а мы любим тебя, да, то есть вот, да, действительно, такой переход делается, ловкий. И этот стикер, он бессмыслен, совершенно, абсолютно бессмыслен, по нескольким причинам. В книге «Обязанности сердца» Рабейну Бахья, Рабейну Бахья бен Йосеф Ибн Пакуда называется, который был даяном в городе Сарагоса, Испания, это я добавил про Испанию. Он, ну, как бы расположил, который касается «Люби к Богу» в конце своей книги, после девяти глав, которые ей пришествовали. «Какие они? Единство, наверное, да, единство Всевышнего, ну, тут все эти переводы, ну, не распознание, ну, на его распознание, наверное, познание, распознание, идолопоклонство, уверенность. Нет, почему? А, слегка, 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 да-да-да-да. Служение. Да-да-да. Служение Богу, уверенность. Единство действия. Да, единство действия. Кния, но не капитулянство, а как это, подчинение. Смирение. Чува, в смысле раскаяния, возвращения. Опять хэшбон нефиш, раскаяния и пришут. Вот пришут, это отделение от жизни, наверное, такая идея. Ну, извиняюсь, извиняюсь. Если кто-то из вас может продолжить, я тут сейчас с некоторым агентом общаюсь по поводу цен на сайте. Если можно, потому что я должен ему ответить. Да, хорошо, я продолжу. Барура, фоши, ло, холи хадьи, холи дабер, аль агават ашем. Понятно, что не всякий сможет говорить о любви ко Всевышнему. Если так, как возможно ожидать... А, нет, мы все это распространяем. Это такой стикер, да? Поскольку невозможно Всевышнего полюбить, да? Нет, потому что это уровень как бы не так легко достижимый, я думаю, так. Это не значит, что это неправильно, это правильно для всех, но достичь его... Он говорит, это как бы девять ворот или девять разделов, и только на самом последнем ты можешь достичь этого уровня, когда пройдешь все предыдущие. А то, знаешь, это как бы дешевка, раздают всем. Ты люби Бога, и ты люби Бога. Ему не нравится, как мне кажется, Раву Шерке вот такой дешевая распродажа любви ко Всевышнему. То есть то, что для Рабейна Бахи была последняя ступень, да? Конечно, да. То расклеивают на перекрестках, да, во время, когда... Точно, точно, да. И в дополнение к этому сама формулировка, Кадош Баруху Анахну Авин Мудха, да, то, что мы... Ну, вы видите, есть вот Кадош Баруху, святой благословен он, мы любим тебя, да, он и тебя. Это свидетельствует, сама эта формулировка свидетельствует о непонимании. В ней есть внутреннее противоречие. Либо ты... От первого лица или второго лица. Либо ты говоришь от второго лица. Либо ты должен сказать, святой благословен ты, мы любим тебя. Либо ты должен сказать, святой благословен он, мы любим его. Да, понятно, вот это противоречие. А стикер... И этот стикер, он демонстрирует, как бы, преуменьшение, да, пренебрежение. Зилут, да, зилут, это даже, это типа банальности, пренебрежение, да, пренебрежение. Пренебрежение, к которому можно прийти из-за этого непонимания. Исода дворим, уши, абхана, бэнху, шемадгиш. Суть в том, что вот это различие между словом «он», которое подчеркивает скрытие бесконечного, между словом «ты», которое превращает вот этого «он» в какую-то игрушку, какое-то развлечение. То есть, само понятие «он», да, когда мы называем Всевышнего третьего лица, мы указываем на то, что он не познаваем, да, когда мы говорим «ты», это значит, что у нас уже есть какой-то с ним контакт. Вот, а в этом стикере, да, тут уже как-то совершенно неоправданно, насколько я понимаю, он превращается в «ты». Это показывает непонимание, и поэтому сказано в Перкеавод 2.5 «Невежда не боится греха». Да, но, с другой стороны, я не знаю, почему Раф так, честно говоря, наезжает на простых и веселых людей. Понятно, что для того, чтобы как бы приблизить человека, представляет объект, в данном случае, как бы Всевышнего, в качестве своего собеседника, своего друга, ближайшего, я не знаю, как его. Он называет на «ты», а не называет «у». Я уж не так уж прямо это самое, сильно сказать «энбор яре хэт», но не знаю. А почему можно говорить «баруха та» или «модимана»? Вот, действительно, даже говорят «баруха та». Нет, это нормально, это молитва, которая… Благословен ты, тогда благословен он. Это вот правильно Гриша говорит? Это, по-моему, Раф наехал сильно, слишком сильно. На самом деле, в благословениях там тоже есть переход от себя к нему, но наоборот. Ты сначала обращаешься к «баруха та» же, «усэ», ну а «сэ» берешит, например, да, это благословение, да. Который делает, и так постоянно во всех благословениях, во многих благословениях, сначала ты обращаешься «а та», на самом первом этапе, а потом описываешь, как бы отходишь назад и описываешь его со стороны. Ну, я не знаю, это, наверное, лучше. Как раз, чтобы не было вот этого «зелут», да, мы говорим «а та», но при этом мы себе тут же напоминаем, что он бесконечно не постижит. Да, 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 вот это скорее логично, да. А здесь наоборот. А здесь наоборот. Ты берешь его, как бы, и спускаешь вниз. И то, может быть. Но он этого не разъяснил, Рав. Вообще-то все время игра такая, на самом деле, между ты и он, поэтому… Это правда, да, но я думаю, что задача Рава в этом отрывке – подчеркнуть необычайную важность любви к Всевышнему и уровень высокий, который от человека требуется, чтобы он мог так сказать, что «я тебя люблю». То есть это высокий уровень близости, понимания, который, на самом деле… Ну, мы в человеческих отношениях очень часто этим словом «любовь пользуемся» не по делу, когда ничего такого… Хорошо, в моей группе тоже все время «ты, которая отвечала», «та», «они», «ты» и все. То есть это все время есть игра на этом «у», «он» и «ты». То есть это неспроста все это так, потому что… Да, да, да. Это личностные отношения, поэтому почему Рав так сейчас наезжает и строит на этом, как бы, такую модель… Ну, ему не нравится это, но он поподробно не объяснил. Для того, чтобы модель подтвердить. Все, да? Окей. Ну, на самом деле… Это тоже не делать так. Игры, да, переход до третьего, там, во второе, в одном предложении. Например, там, «шир-а-ширим», да, «из шакеними на шикот пигу, китовим додеха мияем». Да, вот правильно, да, даже так, даже здесь. Это все время эта игра, она все время идет… Ну, опять же, тут переход от «ты» к «он», а не наоборот. Нет, тут «из он» к «ты», да, «из шакеними на шикот пигу, китовим додеха мияем». Да. Ну, наверное, потому что это песня святая святых, да, поэтому… Вообще, на самом деле, «халила», 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 да, «халила» можно вообще понять, что есть, что и шует. То есть есть, как бы, ну, не два бога, но два индивидуума. Одного называют на «он», а другого называют на «ты». Ну, это уже ты преувеличиваешь. А, ну, хорошо. Знаете, я попробую сказать, я просто приближаюсь к Минхебетности, а потом отключусь на какое-то время. Ну, скажите. Я думаю, что когда мы говорим «благословен он», «баруху», значит, он, не мы его благословляем. Он благословен как бы сам по себе, и… А когда мы говорим о нашем отношении к нему, «анахнуховинадха», «шаньяхэватха», это уже личное обращение, это разные просто, как бы, направления, да. Все равно, когда характеристика принадлежит самому Всевышнему, он не зависит от нашего благословения, он нас благословляет, а мы его любим. Все зависит от того, какое конкретное отношение высказывается в данном стихе. Ну, в общем, видимо, Раму не нравится этот контекст в данном случае. Хочется подчеркнуть большое значение, чтобы этого не было уцененности какой-то или пренебрежения. Подумаешь, дешевки в вопросе любви к Всевышнему, поскольку это очень важная вещь. Мне так кажется, я не знаю. Конечно, он источник благословения. Спасибо. Продолжим, да? Ты продал? Да, я прочитаю. Так, пример с челтом. Челт – это такое специальное блюдо, которое у Ашкиназов делают на шаббат. Его долго готовят, оно долго не остывает. Не только у Ашкиназов, у Сифарнов тоже, просто он там называется хамин. То же самое. Просто слово другое, да, блюдо тоже. Да, блюдо похоже очень, да. Но не фасоль, а хумус, а то же самое. Ах, так, такое же, ничего похожего вообще. Похоже, похоже. Может, это еще пойка, может, это еще пойка вообще? Нет, пойка нет. Пойка – это совсем другая культура. Пойка – это для попойки, вообще говоря. Да, да, пойка – это другая культура. Ладно. Так, хорошо. Бог решил нуждаться в своих творениях. Он как будто опускается со своей ступени для того, чтобы нуждаться в нас. Ахафаль пишет, несмотря на то, что он не обязан быть нуждающимся, он желает нас, и поэтому он нуждается в нас. Но в его силах в любое мгновение прекратить желать нуждаться в нас. Да. То есть пошли нафиг. Нет, ну просто мы не можем сказать, что Богу что-то необходимо. Даже если это решение он сам принял в нас нуждаться, все равно было бы неправильно сказать, что если он принял, он обязан этому. Он никому ничего не обязан. Мне кажется, это важное замечание. Не дай Бог мне не сказать, что он чем-то обязан, чему бы то ни было, своим законом или своим решением даже. Да, да, об этом здесь и идет речь. Однако, поскольку он решил своим свободным желанием быть зависимым, то есть своим свободным независимым желанием он решил быть зависимым. И поэтому он как будто действительно зависим. Он играет в эту игру на полном серьезе. Сказано в Медраше «Воекра раба 24.9» «Святыми будьте», то есть можете, как я, ехоль камони. Нет, это вопрос. Святыми будьте, то есть приравняйтесь мне, может быть, как я? Не понял. Душим тею ехоль камони. Да. Как я? Откуда мы это учим? Потому что сказано, потому что я свят. Да, да, да. Моя святость превыше вашей святости. И объясняют хасидим. Да, это в Талмуде, наверное. Да, да, да. Душати лемала микох душат хэм. Моя святость выше микох душат хэм. Не, может быть, не выше, может быть, лемала. Она как бы свыше, в смысле, находится наверху. Моя святость наверху и над вашей святость. Верхняя зависит от святости нижней. Наверное, вот в этом идее. То есть не мало в смысле превыше, а в смысле, что выше. Моя святость выше, она исходит из потенциала вашей святости. Да, да, да. А, понял. Так. Иными словами, вы прибавляете силу, силу, как бы потенциалу высшей силы. Как сказано, воздайте силу Богу. Таилим 68-35. Ну да, как бы такой обоюдный процесс так получается. Окей. Да, то есть тем, что святый будьте бы я свят, если вы становитесь святым, то я становлюсь более святым. Получается? Если так, по этому подходу желание Всевышнего играть с нами, то есть его желание играть с нами, оно серьезно. Ну да. Это с одной стороны. А с другой стороны, оно не обязательно. Иной хрехи, да. Это с его точки зрения, его в смысле Всевышнего точки зрения. Да. Он не обязан, но он играет в эту игру по-честному, да. То есть он мог бы каждый... Ну, понимаешь, до этого же было написано, что вот этот... то, что он закук, то, что ему необходима, да, связь с низшими, да. И он может в любой момент ее прервать, она ему не обязательно. Но в нем же нет изменений. Ну, это мы... Это я не понял, Гриш. Мы же не говорим о его сути, мы говорим о том, что происходит в этом мире. Ну, вообще, это хороший вопрос, на самом деле, Гриш, потому что ты говоришь, мы не говорим о его сути. С одной стороны, Раф говорит, что вообще Всевышнего невозможно понять, и даже так же, как мы не можем понять любого человека, включая свою собственную жену. А сейчас, сейчас мы начинаем анализировать, ему надо, ему не надо, откуда... Это наши с ним отношения. Откуда это? Суть твоя или там личность до конца своей жены постичь не можешь, допустим. Но отношения между вами ты можешь как-то анализировать или как-то понимать. Это вот то, что мы пытаемся понять. И вот сейчас приведет пример. Поэтому давайте прочтем пример, а потом посмотрим, что это нам говорит о сути. А вот такой вопрос. Ну, хорошо, мы соглашаемся с Рафом, что познать Всевышнего невозможно. Более того, что, собственно, жену познать невозможно. А человек самого себя познать может? Ну, это вообще не вопрос, может ли познать кто-то кого-то до конца. То, что он говорил раньше, он говорил о том, что нельзя определить, а не то, что нельзя познать. Что нельзя определить кого-то, с кем ты находишься в отношениях. Как только ты его определил, ты его загнал в какие-то рамки и ты уже относишься как к объекту, а не как к субъекту. Отношение с субъект с субъект, оно отличается от отношения, в которых ты можешь что-то определить. Это не вопрос о познании. Конечно, мы его не можем познать, но это совсем другое дело. Тут речь идет не о том, можем ли его познать до конца или нет, а как устроены наши отношения. Почему так получается, что для чего-то мы ему нужны. И вот сейчас будет пример. Пример, чему это можно уподобить. Матери, которая занята подготовкой к шабату, когда ее маленький сын носится по кухне туда и сюда без перерыва. Ребенок, конечно же, не причиняет ничего плохого, но просит внимания. Его мама, которая понимает, говорит ему, давай почисть картошку для чем-то. Ребенок отзывается с радостью. Изра Хана Аташиль, эта помощь в подготовке блюда дает ему ощущение, что он нужен, что он участвует во всем, принимает участие во всем. На самом деле мать могла бы справиться без него, однако с того момента, как она решила задействовать его, она делает это серьезно. Она не дает ему работу, в которой она не нуждается только ради того, чтобы его занять. И так получается, что она на самом деле нуждается в нем. И с этого момента, как бы в планировании подготовки шабата, она принимает в расчет то, что картошка будет почищена ребенком. Она относится к серьезностью к этой игре. И в той же мере творец хочет задействовать творение тем, что он дает нам право. Право, да. Право ли у Сивдварма добавить что-то божественное? И тогда получается, что в этом мире мы чистильщики картошки на кухне Всевышнего. Замечательно. Ну, мне кажется, он тут объясняет этот парадокс, что, казалось бы, мы святы, потому что он свят, но наша святость не такая, как его, потому что она выше всей другой святости. Но с другой стороны, мы даем ему эту святость. Как это может быть? Ну, на примере картошки. Тем, что мы пытаемся святы по его примеру, мы при этом действительно реально участвуем в исправлении мира. Такое у меня ощущение. Мы картошку чистим, действительно. Только это и делай. Картошка в мундире, замечательная вещь. Надо вообще, Рау, сказать, что гораздо полезнее картошка в мундире. Не, но в чунце нет. Но не в чунце, не в чунце. Ну, сейчас лето, лето. Кто там ест чунт летом? Так что это не актуально. Картошка в Израиле, кстати, ужасная слиха. Ну да, по-моему, нормально. Картошка на землю Израиля. Ужасная картошка. Кошмарная каждый раз. Всего. Я даже не понимаю, о чем ты. Я тебя умоляю, Топ. Не хочется хулу на землю Израиля. Черный хлеб здесь научились делать, но картошка ужасная. Да? Ну, я считаю, по-моему, нормальная картошка. Хорошо. Я съезжу в Россию и привяжу тебе картошку. Вот помидоры там не особенно. Но, опять же, шери очень классные. Пошлю тебе картошку без этого. Топ, ну хорошо. Секумим резюме, то бишь. Господа и дамы, ну про картошку кто-то мог что-то добавить? Нет? Ну про философию нет. Ну про картошку можно? Ну Нехама поедет в эту... А, да, 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 да. Замечательная картошка. Знаю, что в Россию в Москву привозят. Диалог. Я, кстати говоря, хочу вам сказать. В Москву привозят израильскую картошку. Да, 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 да. У нас, кстати, продают. Во, наконец-то наш ошивленный разговор. Смотрите. Ну и так. Она хуже Андрея. Отличная картошка. У меня была выставка... Отличная картошка. У меня была выставка в галерее. Там куратор была, такая женщина, искусствовед, вся из себя, пятое-десятое. А в Израиле все переплетено. Она мне рассказала, вот, зашел разговор о том, чем занимается. Она говорит, что у нее муж, он экспортирует вот картошку в Москву. А это было лет, наверное, 10-15 назад. Я тогда еще обалдевал. Я говорю, а как же, значит, в Москве вроде картошки хватает. Она говорит, такая чистая, упакованная, все. Теперь я ее встретил. Она говорит, переживай, морковку тоже экспортируют. Так что... Морковка точно вкуснее в Израиле, чем в России. Хорошо, мы обратимся к философии. Это я вас, чтобы народ как-то... Все вкуснее в Израиле, все вкуснее. Не, не все. Это я тоже не могу сказать. Может, помидоры, мне кажется, вот, например, среднеазиатские были классные, а в Израиле... Израиле маленькие помидоры вкусные, эти самые четыре. Когда ее с сальцой намять, так что-то там было. А у меня есть бычки в томате. Ничего, привыкли. Кто у вас? Гриша? У меня есть бычки в томате как раз на ужин. О, но это у нас продается в магазинах. Да, 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 да. Копчушки продаются. Слушай, дети увидели, как я их ем, и говорят, ты каннибал. Я их ем целиком, как ели в Питере. Ну хорошо, для того, чтобы вовлечь народ в беседу, это было вообще нормально. Ну хорошо, мы пойдем по резюме. Не бычкам в томате, а вообще в греческом зале, а насчет греческого зала. Наше участие... Ребят, можно? Вопрос. Ну а как? Творец нас создал для того, чтобы мы были партнерами. Да? Не знаю. Не знаю. Мне кажется, да. Да, да, конечно. Этого травы пытаются объяснить. Мы ему как бы нужны. Да. Я думаю, что как бы. Как бы, да. Ну не то, чтобы необходимо. Да, 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 да. На иврите есть отлично. Вот это бы как бы Киилу. Киилу, ну Киилу, да, Киилу, да. Ну это знаешь что, это вот Киилу, она... Я ехала сегодня в автобусе, за мной сидела девушка, которая матери предполагаемого жениха, который хотел свою подругу, видимо, с ним познакомить. Она описывала, какая она замечательная девушка, и она все время говорила Киилу. Она очень таранит, а не Каилу таранит. Она по телефону или тебе объясняла? По телефону, она за мной сидела и говорила громко. Интересно. По Киилу, она как бы такая активная, и она как бы скромная. И все, у нее через как бы, и я уже на самом деле действительно стала сомневаться. Да, да, да. Киилу. Лайк, лайк. Это калька из английского. Киилу. На самом деле, действительно, в данном случае это действительно Каилу, потому что мы пытаемся объяснить что-то очень сложное. С одной стороны, Всевышний не в ком не нуждается, и мир пронизывает все миры, и все в себе содержит. А с другой стороны, почему-то оказалось, он сделал бессовершенный мир, в котором он хотел, чтобы мы начали работать на него. Хотя он все может сам спокойно с этим справиться, но он хочет, чтобы мы были у него партнерами. Нет. Ну, если он... Вопрос, если может. Девушка впереди. Таня впереди. Я потом. Извините. Таня? А, что это было, я не поняла, как робот. Это по карту, пробочки в томате. Вы хотели сказать что-то, Таня. Я хотела сказать, что если он дающий, хочет давать, так? А чтобы давать, надо, чтобы был тот, кому давать. Ну, это правда. Да. Но мы другое, это совершенно верно. И то, что в Берешите написано, Нехама, право там про то, что мы по подобию, по образу. Поэтому вот мы и стремимся, так сказать, это право реализовать. Ну да. Ну, как бы, мне кажется, здесь смотрим немножко с другой стороны. А зачем вообще ему это надо, если он все сам может? Значит, ему для этого чего-то надо. Осознать это не так просто. Почему это? То есть признавая, что ему как бы это не нужно, тем не менее это ему нужно. Игра. Это такая игра, да. А вот зачем Адам дал имя своей жене, тем самым как бы ограничивая... Он перед этим еще и животное дал имя Адаму. Но и Всевышний дал имя. Как там общаться с человеком? Ну, на самом деле, это хорошая очень сложность. Я понятия не имею. Это очень сложный вопрос. Окей. Можно сказать, что это, может быть, и неправильно, да. Он назвал... Он называл на «вы», а на «вы» как бы с именем надо. А вы, Хава, не хотите ли вы пройтись со мной в куст, предположим? Нет, там, на самом деле, этот вопрос ко всем дарованием имен, да. Начиная с Каина, да. Она во многих случаях объясняется, почему дается такое имя, да. Хава, потому что она была матерью всего живущего. Хава, вот это твоя главная задача. Там рожай, рожай детей, рожай детей, как у Харидин. Без конца ты... это твоя должность. Так что, в общем-то, может быть, это теоретически будет расценено негативно. Но я про такое не слышала. Вообще на иврите... Иврит всегда удивляет, кстати говоря. Но это любой язык. Русский тоже наверняка, если покопать. Но вот иврит, он удивляет, да. Смотри, вот ты сказал слово «шем», правильно? А что такое «шем»? «Шем» — это «шам». В то время, когда ты искал человека его имя, ты понял, где он находится. Вот тебе, пожалуйста, «шем», «шам». Тут вообще без всякой хитроумной гематрии всегда можно тут же, значит, на любительском уровне натыкать объяснение. Вопрос, если можно. Вопрос, да. У меня есть. Вас слышно. Я не знаю, как... Я включил, все вроде нормально. Сейчас слышно. Так лучше. Вас слышно, только очень как-то с помехами, да. Ну, включен, как-то я не знаю. Ну, так есть. У меня вопрос. У меня вопрос. Почему масса бревшит один на один и только с теми, кто, как там сказано, уже постиг? Слышно, что я спросил? А, вы спрашиваете про трактат Хагига, да? Еще раз повторяю. Вы спрашиваете... Секунду. Поскольку у вас очень много помех, вы скажите, да или нет. Вы спрашиваете про трактат Хагига, почему там запрещается в большой компании учить массы бревшит. Тайны творений. Это не так. Не так. Это уже наложение вас. Поисказать один на один. Пусть там же с тем, кто постиг. Они в большой компании. Это совсем другой смысл. Ну, я понимаю, я сократила. Да. Один на один только. Но не... Моасе... Моасе бревшит. Моасе бревшит. Моасе бревшит. Сандра, очень плохо слышно. Мы практически все... Ну ладно, я извиняюсь. Я достирался. Я что-нибудь придумал. Нужно какой-то другой микрофон, наверное. Да, наверное, другой микрофон, потому что такие дикие помехи. Ой, такие... Насколько я помню, Моасе бревшит больше отключений. Вы помните, Андрей, чем на Моасе бревшит? Моасе бревшит больше. А Моасе бревшит больше. А Моасе бревшит? Моасе бревшит меньше. Я не к этому. Не кажется ли нам, что вот эта статья Ширки пытается перевести нас в такое таинство, которое... Ну, мы про себя ничего не знаем. В лучшем случае. А тут разделение между Ацмуто и его проявлениями. И все это вместе, не разделяясь. Я понимаю, что вы все ученые. Я неграмотный человек. Но мне это странно очень. Может быть, пора с собой заняться немножко. Вопрос к Крауу, по-видимому, да? Вопрос к Крауу. Чего вы занимаетесь собой? Я просто хотел узнать. Нет, но это не называется, извините. Это все-таки совершенно не входит в раздел Моасе бревшит. Потому что он здесь опирается на какие-то вполне открытые мидраши. Ничего такого. На картошку, например. Ну, да. На картошку, когда говорит про Бога. А за две минуты до этого он говорит, что вот эти... А, Сиха, мы должны заканчивать. Про Мейера спрашиваю. Нас Мейер поджимает. Ну, давайте в следующий раз к этому вернемся. Давайте в следующий раз. Давайте. Давайте. Спасибо всем. Да, всем спасибо за активное участие. В заключении на уровне картошки и бычков в томате мы поняли. Хава, Ганеден и дальше отношения со Всевышним это чуток сложнее. Но, тем не менее, следующий... На самом деле, картошка это ничуть не пренебрежение. Не проще. Это в стиле стандартных мидрашей, когда приводим мир. Это так же, как отец, который играет с ребенком. Это постоянный мидрашей. Это вообще символ, послушай. Для русских людей картошка, бычки... Ну, немножко РАП преобразовывает классический мидрашей. Но если вы идете и разбираетесь в ты и он... Например, если посмотреть Мартину Бугера, известного вам, то это... Нет, это мы сейчас далеко зайдем. Я просто хотела сказать, что это в стиле классических мидрашей. Ребят, мы должны закрывать. Александр, я дико извиняюсь. Восемь часов мере. Очень интересно было. Вы зря молчали все полтора часа. Я дико извиняюсь. Давайте где-нибудь в середине или там в начале прорываться в эфир. Потому что сейчас люди меня спрашивают про Мейера Левина, которая нам раскладывала по полочкам. Всего хорошего. До свидания. Хорошо. Все заканчиваем. Спасибо. Александр, я дико извиняюсь, если я кого-то прервал. Спасибо большое. Извиняюсь перед землей Израиля за пренебрежение к ее картошке. Ну ладно, ну ладно. Картошка отвратилась.